Это видео, вторая часть, будет продолжением цикла моих видео о древней Индии и следы древних богов. В первой части видео я высказал свое личное предположение, не только мое, не только я один так думаю, что настоящие древние боги и в Индии, и в Шумере, и в Акадии, и в Ближнем Востоке, и не только там, и даже древний Египет и другие страны, они не должны были выглядеть как люди. Они не люди, а слов вообще. У них не человеческие лица, но гуманоидные тела. То есть, возможно, две руки, две ноги и голова. У некоторых, возможно, замесь ног нечто змеиное, по крайней мере в Египте. Особенно, там много таких символов, и не только в Египте, но и в Индии, и наги, так называемые. Возможно, они не выглядели, некоторые из них были не гуманоиды, а уже какая-то другая форма. Все это в теории, конечно, никто из наших людей, из нас, по крайней мере, достоверно не видел. Хотя иногда в интернете, или не только, появляются сообщения, что даже видели нагов в наши дни. И, ну, кто его знает, правда это или нет, неизвестно. Но гипотетически можно предположить, что, скорее всего, что такие существа, как наги, возможно, существуют. Еще раз я хочу сказать, что самые древние боги, вот древняя индийская цивилизация, в долине Инда, это харапская цивилизация, это Маханджадара, харапы и другие. Она была еще с конца каменного, с медного века, и они тоже изображали древних богов нечеловеческими, с нечеловеческими головами, с нечеловеческими лицами. А потом уже, через какое-то время, они стали изображать их как людей, а потом еще, через какое-то время, уже появились, так называемые, древнеиндийские боги. Маханджадара Маханджадар Я хочу тоже высказать предположение, тоже не только мое, оно появилось еще до меня, что, возможно, индийский бог Шива – это шумерский бог Энлиль, так как и там, и там есть символ Тельца – Таурус, и у Шива – это так называемая священная корова Нанди, а у шумерского бога Энлиля – это символ Тельца. Очень древний символ – эпоха Тельца. В индийской мифологии подобная эпоха изображается как Золотой век. Человечество, что, мол, тогда люди жили более-менее нормально, по крайней мере, при тех богах, а потом уже, конечно, особенно после бунта падших, которые особенно отмечены в шумерском мифах и легендах, то есть это после 2000 года до нашей эры, началось… Ну, зло и до этого, конечно, было, но потом более массово повально пошло зло на Земле. То есть, опять повторю, только машина времени может дать ответы на все вопросы. Мои слова, конечно, не более, чем предположения, и не только основанные… Это не то, что я вот спал и мне приснилось. Это основано на исследованиях других исследователей, которые проводили исследования еще долго до моего рождения. Я как бы продолжаю то, что они исследовали. И я могу сказать, что где-то, может, они ошибались, где-то нет, но вот многие говорят, что, возможно, индийский бог Шива – это шумерский бог Энлиль, так как и там, и там символ Тельца. В этом видео будет показано два древнеиндийских храма. Как я уже говорил, Индия – это страна 100 тысяч храмов, не менее, может, даже и более. Кто там их… Посчитать их невозможно, так как очень много разрушено. Но из тех, что есть, там практически не поддается подсчету. Невероятное число. От самых маленьких до гигантских храмов, пещерных комплексов, циклопических размеров все это. И будет показано два храма. Фото сделаны все Ольи Озраэль, пользователь на Facebook. Я попросил у него разрешение выпубликовать некоторые его фотографии с путешествия в Индию. И наиболее интересное я буду выкладывать на своем YouTube-канале. Это с его разрешения. Разумеется, все фото, все права на эти фото принадлежат только ему. И я подпишу его именем все эти фото. Два интересных, уникальных храма. Интересные там моменты такие. Будут показаны в видео различные кладки, различные блоки. Даже будут показаны остатки каменоломни. То есть, откуда вырубывали блоки. Два фото этой каменоломни. И там будет показано, откуда вырубывались эти блоки. Блоки вырубывались клиновым методом. То есть, эти два храма уже не таких древних. Они ближе к нашему периоду. Можно даже сказать, что нашего периода. Скорее всего, что уже... Скорее всего, что начало Железного века – Железный век. Так как клиновым способом вырубывались все эти камни. Там не видно этих древних... Более древних способов обработки камня, которые я показывал в других видео. Как будто граблями там... Или, ну, таким зубилом, как будто вот. Монотонные линии раз за разом вырубывали. Тут нет. Тут применен, в этом видео применен более простой способ. Это клиновой способ раскола камня. Ну, тем не менее, очень... Ну, довольно-таки интересные храмы. Все остальное вы увидите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует...